здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мейстер мейстер очередной выпуск на живой лаборатории мы с вами будем тестировать вот такой замечательный по-своему нож от американской компании керша который называется select fire что тут в принципе такого необычного интересного ну во первых все-таки это диайвайный нож у него отвертки отдельные вот такой вот крепеж битодержатель так называемый как не уже правильно написали под обзором вот и собственно сам ножевой клинок он такой довольно полноразмерный скажем так около 9 сантиметров вогнутые спуски 8 хром 13 молебден ванадий ну в общем поглядим вот это вот на мой личный взгляд интересный тест потому что подобные ножи являются именно теми ножами которые могут именно по своему назначению неожиданно попасть достаточно тяжелую работу вот и посмотрим как этот нож ее выполнение как обычно карман операбельность давайте сегодня так вот неожиданно покажу что что касается конечно операбельности одной рукой ну понятное дело лайнер-лок классические шпеньки в общем никаких проблем с работой одной рукой здесь нет вообще то есть нет даже каких-нибудь нюансов то есть в этом отношении все очень комфортно что касается кармана здесь клипс которая стоит впереди ближе к силому узлу может быть переставлено на другую сторону работает вот так можно утолкнуть даже на карман с усилением то здесь проблем вообще никаких снимается тоже комфортно держит нож нормальный единственный нюанс что такая вот ребристая так скажем часть текстуры рукояти она немного шоркает карман но опять-таки это конечно далеко не то же самое что например на жарковский имитация такелажной работы рез шнура на весу да прям хорошо так вот если так и так хорошо в общем я считаю что шнур режет замечательно но что то есть видите вот проталкивание вперед она очень часто является таким хорошим тестом нож у которого не очень такой работе приспособлен клинок в скорее всего такого сделать просто не сможет выдавать картон еще немножко пройдемся узнаете я бы сказал что это на уровне такой рез достаточно хорошо я думаю что вполне видно что с картоном нож справляется близко к идеальным лучшие было так теперь у нас рез на плоскости тут вообще круто но надо сказать что вот этот материал его с одной стороны и довольно таки толсто сведенные ножи тоже режут неплохо но разница в ощущениях она прям драматическая когда от нож лежит вот так как допустим в данном случае режет select fire и когда режет нож с толстым сведением тут в общем проблем никаких пушка ты давайте прорезать тоже в общем все в этом отношении хорошо еще прорезать в общем за рез на плоскости тут тоже баллы самые высокие теперь у нас строгание о-о-о знаете в друзья строгание есть всегда два элемента это первое как работает клинок и второе как работает рукоять ножа но вот с клинку здесь порядок прям вообще порядок как бы обычно мы оцениваем в первую очередь вот это про рукоять могу сказать так что ну очень вероятно что вам придется немножко поискать положение как им работать удобнее потому что вот это вот круглая втулка бетодержателя она заметно упирается в палец если вот так вот как-то расположить руку но хват через клинок здесь возможен молоточный в этих хватах проблем нет вообще никаких то есть все комфортно надежно плотно ну а баллы за строгание будут выше нож такой позиционируется видимо как универсальный рабочий я бы так сказал давайте пробивающую работу попробуем делать сейчас важно посмотреть что с замком будет так в плюсе довольно точно приходит туда куда бьешь в минусе клипса здорово лупит по пальцам то есть у меня захват получился вот такой что средний палец ложится прям как раз под клипсу не знаю как бы так показать ну короче ну хоть получается вот так вот и в момент удара в него клипса нормально так втыкается но это достаточно часто бывают какие-то не лады когда делаешь пробивающую работу с клипс установлены впереди то есть здесь на этот нож тоже не исключение ну и давайте на замок посмотрим не открывали не закрывали вроде бы ухода с места нет люфта у ножа пока что тоже никакого не ощущается по крайней мере вот такую примитивную пробивающую работу делает нормально соскальзывание на алюминий на клинике вижу отметки от самого алюминия ну то есть его остатки так довольно часто бывает каких-то повреждений нет тест пройден отлично медный провод так и его перерубание такая вот у нас задача отрубил отлично а давайте на результаты на клинке так вижу место вот тут по-моему этот меди след остался но клинок в этом месте совершенно целый отлично пройденный тест то теперь у нас раскалывание древесины на щепу так называемый целевой батонинг давайте третий раз вроде вот теперь смотрим что у нас с клинком сначала здесь ожидаемо никаких повреждений не вижу кроме грязи и замок вроде бы тоже все на месте лифта не чувствую но в общем да заму ну какой-то вот там вот такой щелчок какой появляется на лайнер лок потому что слегка начинает двигаться пружина по пяти клинка но это абсолютно такая нечувствительная вещь на многих ножах я даже не упомянуть таком могу в общем здесь она чуть-чуть присутствует так но теперь главная жесть нашего городка ну нет по-другому дерево не стоит ну я думаю что хватит потому что в данном случае уже если ничего не случилось то ничего не случилось замок положение после работы открыли закрыли знаете я бы даже сказал что и люфта не усугубился с клинком тоже все в порядке очень считаем что тест пройден отлично можно прекрасно продолжать хорошие шансы возникают так но пуль скоро же у нас тут есть отвертки давайте все-таки с винтаем попробую первый момент в перчатках оперировать неудобно вот этой штукой поэтому перчатки давайте я сниму так не вот так издалека кажется что вот эта отвертка до максимально подходит вот эта бита правильно говорить поставим сюда давайте будем крутить ваш покорный слуга недавно посмотрел как тестируют отвертки в соответствии с гостами на них да там главный тест это ручки и перо вот мы сейчас с вами все это попробуем быстро посмотреть ну что могу сказать с точки зрения в принципе эргономики ну в общем то это плюс-минус неплохо для складного инструмента то есть да это не идеальная отвертка мне узнать только не нравится вот это вот я бы честно говоря очень сильно предпочел чтобы бита держатель был бы на каком-то замке потому что вот но есть ощущение что все двигается но конечно прямо скажем что здесь очень легко видимо благодаря длине бита держателя приложить значительные усилия то есть вот с винтом вот эти все операции происходят ну без особых усилий для моих рук в общем как бы я бы сказал так что могу сказать что не без нюансов но вот это вот рабочая отвертка ну то есть не игрушка так чтобы прямо совсем то есть делать и что-то время от времени вполне возможно давайте продолжим тест ножа так теперь у нас гвоздь пиление гвоздя призваны быстро нагрузить кромку которая может начать выкрашиваться например на этой ситуации либо сама по себе в виду своей закалки либо ввиду полученных перед этим в тесте нагрузок так тоже иногда бывает что там видно что по тем местам которые были нагружены начинают возникать какие-то проблемы но это не случай ножа select fire ну как видите я думаю что видно что особенно проблем на клинке тут нет заусенец небольшой ощущаю естественный такой вполне но не более того тест пройден отлично давайте теперь ударим по гвоздю это сейчас самое главное потому что но скажем так здесь подвогнутые спуски и нож отлично режет то есть немного ножей которые без особенного без особенных проблем проходит вот этот тест так удар получился но скажем так вот оно место я его вижу но в принципе большинство ножей которые считаются у нас что хорошо пошли этот тест вот примерно так его и проходят кромка не сильно изогнулась в никакого выкрашивания нет я думаю что при даже нормальной правки ножа проблема с этим связаны могут быть устранены полностью так ну что пень ну пень так пень забиваем нож пень так ну вот теперь мы его полностью заколотили давайте смотреть что с люфтами у нас после всего вот это вот такой вот люфт есть немножко поперечно ощущаю вертикального люфта как не было так и нет то есть нет совсем то есть нож зажат но при этом люфта вообще по сути дела нет но давайте теперь понадеемся что этот лайнер лог ну хотя бы будет спокойно соскакивать при этом при выбивании не сломается то есть еще раз повторяю вот в этом тесте не часто обвиняют что неравномерно все как-то получается то есть вопросы заключается в чем у меня задача выбить нож а не нанести по нему как можно более сильный удар то есть как бы здесь ситуация такая что вопрос сможете ли вы сделать какую-нибудь подобную работу на забивание и пока что select fire показа что это возможно даже без складывания замка то есть у нас данном случае все получилось ну давайте вот теперь мы его посмотрим как он тут после всего этого насчет люфтов вертикальный люфт так и не появился горизонтальный люфт есть я так подозреваю давайте быстренько подтянуть винт попробуем всего мне кажется горизонтальный люфт должен хотя бы частично уйти ну-ка сушки знать торт вроде бы подобрал правильно 8 но винт вообще не тянется то есть прям совсем нет горизонтальный люфт выводит поперечный люфт небольшой при этом сохраняется ну скажем так это не выведет нож из строя но какой-то наверное минимальный штрафной балл за это можно поставить но не более того нож при этом тест прошел насквозь без каких-нибудь радикальных поломок давайте к выводам будем переходить перефразируя русскую классику хочется воскликнуть айда селект фай айда сукин сын ну в общем друзья мои что сказать очень уж сильно не все ножки из китайской серии компании керша вообще проходят у нас тесты насквозь селект фай это сделать смог тем более не все ножки получают настолько минимальное количество каких бы то ни было повреждений вообще на самом деле я бы сказал что вот это но это что-то примерно уровня американского кстати ножа от компании керша который называется blur то есть вот на самом деле уровень повреждений здесь получился кому какой-то приблизительно такой какой был там вот такой вот вертикальный щелчок ну горизонтального люфта там такого не было насколько я помню и небольшое повреждение режущей кромки кстати там она на сэндвике было несколько больше тут мне кажется это вообще абсолютно минимум если немножко переточить то в принципе вы никогда это место не найдете в общем короче говоря тест в этом смысле пройден круто но есть еще такая знаете обобщающая мысль вот как ни странно казалось бы но даже одно и то же производство то есть в принципе вот недавно тестировали другие ножи от компании керша они выходят из строя иногда сразу же при аналогичной конструкции то есть там какие-то минимальные вещи а может быть даже на фреймлоках как бы иногда вылетают фреймлоки гораздо проще то есть очень короче говоря керша продолжает оставаться такой загадочной компанию которая ножи с точки зрения нашего тестирования но они очень сильно неодинаково сделаны будем продолжать значит подобные тесты для того чтобы просто выявить как ведут себя какие модели ну а select fire по всей видимости займет какое-то достойное место в нашей таблице результатов с вами на канале мессер мессер был заливаха надеюсь что вам то было интересно большое спасибо за просмотр пока пока